Друзья, обратите внимание, какие можно получать результаты по формировке, после формировки. Это у нас груша, сорт Тяжовская. Посажена была в пятилетном возрасте, из питомника Ярус. И дальше уже работа со структурой. Структурные обрезки, санитарные обрезки, агротехника. И вот посмотрите, какая получается крона. Уже второй год мы ведем только минимальную обрезочку. Работаем строго с кроной. Выбрана стратегия обрезки, тактика обрезки, задача обрезки. Естественно, изначально была заложена уже форма кроны в питомнике, и мы ее поддерживаем. Вот такая хорошая сервая крона. Это у нас грушка. По-моему, результаты говорят сами за себя, что получилось. Повторюсь, ежегодная обрезка. Каждую весну. Минимальная, но обрезка есть. Посмотрите, сколько порубочных отходов. Прямо самое минимальное количество. Вот так вот. Всем хороших обрезок, профессиональных обрезок. Хорошая работа с плодовыми культурами. Ну и наши зимние защитные мероприятия по плодовым культурам. Это работа с материалом спан-бонд. Мы не работаем побелкой. Это плотное-плотное обвязывание. Вот видите, как все проходим эластичными завязками. И от грызунов у нас вот такая сеточка. Все протянуто. И, соответственно, на протяжении двух лет мы каждый год проверяем все наши натяжки. Вот видите, даже сейчас все очень натянуто. Распорочки наши. Ну вот оно. Чижовское. Ну вот, дерево в великолепном состоянии с точки зрения фитопатологии.